Свыше трехсот участников январских событий выпустили из следственного изолятора в Алматы. При этом уголовные дела в отношении подозреваемых не прекращены, поскольку расследования все еще продолжаются. На свободе, но под подпиской о невыезде оказался Йоркен Ерза. Об истории молодого человека мы ранее готовили сюжет. Внимание на экран. Я просто не верю, что он участвовал в митинге. Я его хорошо знаю. Не в его характере делать такие поступки. Он очень тихий и скрытый человек, добродушный. Я требую, чтобы его вернули нам, живым и здоровым. Он вышел из СИЗО совсем недавно и решился рассказать нашему телеканалу о двух месяцах заточения. Репортаж Дамир Анитова. Эти кадры не могут не умилять. Семья Ерзатовых воссоединилась спустя два месяца. Сестра задержанного не может сдержать слез. В начале января у Йоркена схватили сотрудники полиции по подозрению в участии в беспорядках. В тот день я участвовал в митинге. Так как я человек с высшим образованием и был недоволен ситуацией в Жан-Аузене. Я даже не планировал ничего крушить или вредить кому-то. Я хотел выйти на площадь, услышать, что скажет Аким. Но меня скрутили. Сейчас парень на свободе и ему разрешено передвигаться по городу, водить машину и даже работать. Правда, уже бывшего учителя казахской литературы сократили. Брата сократили. Видимо, то, что его задержали, подрывает его авторитет. Наверное, считают, что задержанный не может быть учителем. Впрочем, мы просто рады тому, что его выпустили. Он рядом с нами. Я каждый день ходила в прокуратуру. Требовала, чтобы брата освободили. Мои многочисленные походы дали плоды и его временно отпустили до решения суда. Веркей Нерзат формально все еще под следствием. Его освободили под подпиской о невыезде. Что это значит, расскажет опытный юрист из Алматы. У нас в Казахстане в Конституции есть презумпция невинности. Пока в отношении человека не вышел приговор решения Республики Казахстан, приговор суда, он еще не считается виновным. Поэтому он также может ходить на работу, водить авторотранспорт, как скажем, ездить, навещать своих родственников. Но он должен тесно взаимодействовать со следователями, должен участвовать на всех следственных мероприятиях. Напомним, в начале января в следственный изолятор Алматы водворили свыше 500 человек за участие в беспорядках и погромах. А сегодня 300 из них освободили по разным причинам. По некоторым фактам дела прекращены из-за отсутствия улик. А по другим назначена мера пресечения, домашний арест, либо подписка о невыезде. Дамир Анитов, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы.